С Новым Годом! Сообщаю, что пока жив, здоров, в боях участвовал, а теперь вышли на отдых, но отдыхать не приходится, обучаем. Женя, я здесь тоже имею звание и на должности командира расчета. Немцам жару дали хорошо, наши потери очень малы, вам не писал письмо домой, потому что некогда было писать. Женя, сообщи всем родным, что я жив. Переживаю тоже, но, возможно, переживем. Пока. До свидания, ваш папа и муж. 4 января 43-го года. После этого их вернули на фронт, и он пропал без вести. Это было последнее письмо. Письмо от дедушки, командира расчета Ермачкова Кирилла Ивановича. Написал он его сразу после Нового года, в 43-м, под Сталинградом. В то время там шли ожесточенные бои. А 2 февраля окруженная группировка немецких войск капитулировала. Эта победа положила начало коренному перелому в войне. По количеству убитых, умерших от ран в госпиталях и пропавших без вести, Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории человечества. И наш герой там был в самый переломный момент. Выведены они были на отдых. То есть бои шли, какие-то части отводили отдыхать, Какие-то вновь вступали в бои. Перерывим между боями, на отдыхе. Дедушка пишет. Немцам жару дали хорошо. Наши потери очень малы. Вам не писал долго, потому что некогда было писать. Женя, сообщи всем родным, что я жив, здоров. По возможности опиши обо всех, кто жив, кто из ребят. Пока, дорогие мои. До свидания. Ваш папа и муж Ермачков. Последнее, оно же единственное письмо, бабушка Евгения хранила всю жизнь. Перечитанное на миллион раз, это единственная ниточка, связывающая ее с мужем. Это не просто лист бумаги, это строки, написанные его рукой. Здесь, в этом письме, он еще жив. При мне передавалось моему папе это письмо. Бабушка читала. У бабушки были такие голубые глаза бездонные. И она очень ласковая, добрая была, набожная. И вот она, когда про мужа своего рассказывала, в них всегда светилась какая-то вот... Мне сейчас кажется, что это была вера и надежда. Он же все-таки без вести пропал. Что все-таки, а может быть, память потерял. А может быть, в плен попал. Вот все, что угодно. Хотелось любого исхода, лишь бы жив был. И когда письмо читала, даже не плакала, а читала, как будто туда возвращалась. И вот всегда искра надежды была. Всегда, до последнего бабушкиного дня. Она все равно ждала, она все равно надеялась. Каким был дедушка Кирилл, Евгения знает только по рассказам. Нет ни одной фотографии, только письмо. Его бережно хранят и передают от родителей детям. И Евгения уже решила, кому она перейдет. Сыну Кириллу, названного в честь деда. Я надеюсь, вечно будет жить. Но как мы сможем сохранить? До меня дошло оно сломанное уже. Потому что треугольничек лежал, уголочки терлись. Бумага все равно сохнет. Но и бумага такая, какая-то папиросная уже, тоненькая совсем. Но сейчас склеили, будем хранить. Надеемся, что вечно сохраним. То есть не только мои внуки и внуки наших внуков будут знать, помнить. И мы будем рассказывать, потому что это очень ценно, это очень важно. Забудем про войну, дождемся новой. А не хотелось бы. У самой мурашки всегда. Я вот его беру в руки и все, и коленки дрожат, и мурашки по коже. Ведь дед надеялся дожить до победы. Надеялся вернуться к своей семье. Я сражался за это и пропал. Пропал и не вернулся. 9 мая в семье Евгения – это праздник, за который боролся и приближал дедушка. В этот день они приходят к памятнику воинам-героям Великой Отечественной. Потому что нет могилы, куда прийти и почтить память. Нет даже фотографии, чтобы встать и пройти в бессмертном полку. Но есть письмо, которое достают из семейного альбома всякий раз и читают. Читают знакомые строки, как в первый раз, и представляют деда живого. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok